привет народ и рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас будет с вами очень крутой ролик мы начинаем серию видео посвященных раджам под а что это оставайтесь я вам все расскажу и главное пока итак мы начинаем наше путешествие по раджам под здесь невероятное количество необитаемых островов и наше путешествие займет всего 280 миль при том что каждый переход по 10-15 миль за исключением одного большого когда мы шли на вояк если вы забьете в гугл раджам под то скорее всего вояк будет визитной карточкой может быть еще арбарек или 3 мы не могли пропустить вояк и решили сделать этот длинный 3 далее мы зашли на фон это еще одна гряда островов вернулись на батанту и здесь посмотрели что тоже для нас было интересно ну и островок аеме это последняя точка перед возвращением в сарон и так раджам под это акватория на севере индонезии между папуа и сулавеси акватория самой невероятной подводной жизнью огромное количество эндемиков невероятное разнообразие наверное самое большое разнообразие в мире и многие дайверы говорят что это лучшая локация на нашей планете для того чтобы проводить время под водой сейчас мы делаем небольшой переход из марины саронг на соседний остров рам чтобы на утро выдвинуться дальше вот мы вышли на пляж смотрите какой здесь ужасный пляж но на самом деле это просто low tight здесь сейчас все вода ушла спринтайт полнолуния и высокие тайды поэтому на лоу даде также все далеко уходит бухточка по кругу идут пляжики пляжики достаточно неплохие такие милые но все равно туда подъехать не получится ну что вот это все вот идет риф и все остальное это мель такая ну прямо по щиколотку на острове рам и в принципе здесь ближе к саронгу очень большие приливы вернее мы сейчас находимся во времени когда большая луна то есть у нас есть спринтайт и в данном случае на отливе уходит большое количество воды и вы сейчас видите то что находится под водой и вот эти все лодки они обычно находятся в плавучем состоянии и люди их используют для рыбалки здесь конечно большая помойка вот увидите сейчас щенка который доедает черепаху что с ней случилось мы не знаем но вот такой вид нас встречает к этой в этой деревне и вообще в принципе это наверное самое грязное место которое мы видели потому что количество мусора который наносится сюда на берег и скорее всего он наносится именно с материка то есть материка попуа который наполовину принадлежит попуа новой гвинеи половину индонезии но зато здесь вот дина нашла кучу ракушек на пляже и сейчас она идет в деревню показать вам как здесь живут люди конечно здесь очень большая бедность и люди живут достаточно в небогатых условиях хотя вот увидите даже политическая реклама у них есть на баннерах в никто небольших магазинчик ах в общем так как местные жители не в большом восторге от того что их снимают дина снимает это все на камеру достаточно аккуратно вот увидите такое от первого лица с видом на красивую ракушку маленькие магазинчики все сделано достаточно просто примитивно и функционально здесь живет население это в основном жители попуа то есть не азиаты а именно попуа которая принадлежит индонезии ну и соответственно этнос попуа хотя вот если вы посмотрите сама деревня достаточно чистая то есть мусор который обычно в таких местах валяется прямо перед домами здесь все чистенько убрано ну и люди живут своей обычной жизнью хотя вот для меня например немножко странно так как это все находится прямо рядом с большим мегаполисом саронг это напоминаю один из самых больших городов в этой акватории здесь даже есть аэропорт и можно прилететь или из джакарты или из бали и всего в нескольких километрах от основной основного материка вот эта деревня обычно такие деревни так выглядят когда они находятся где-то реально далеко кстати хотел сказать что в эту ночь когда мы стояли здесь на этом острове у нас из кокпита украли пару ящиков пива и удины ласты поэтому нужно понимать что приходя сюда такие шансы есть ничего в кокпите не оставлять но мы научены на своем опыте тут потеря небольшая но тем не менее очень неприятная потому что когда люди залазят вам в лодку и что-то берут из ваших вещей это в принципе плохо поэтому будет установлена камера и мы будем следить за этим внимательным вода не потекла когда наш как стену сверху струя воды это известная ситуация когда свет погасает при этом по моему хорошо давай тест драйв тест драйв так временное подключение загорелись лампочки вот они мы сейчас выставим правильный угол чтобы было видно как пик так нам нужно его чуть-чуть опустить там потолок и важен нам важно чтобы было видно все в как пике такс тоже видно вход короче что мы настроили мы настроили smart protection то есть он пишет видео когда здесь появляется движение и начинает еще мигать вот так вот я начинаю двигаться он начинает мигать и присылает видео и фото на телефон скриншота что здесь замигала и я считаю что это великолепное решение для нас ну что нормально делаем ловушку засаду засаду мы специально купили пиво моего сейчас поставим здесь на стол и будем ловить этих ну вот смотри ты когда тут начал шебуршать он начал показывать вот это видео ну там понятно что происходит в этом случае он короче пишет только тогда когда есть моушен то есть когда из датчик движения он пишет в общем такая великолепная камера нам обошлась 40 американских долларов и она у нас теперь будет включена всю ночь чтобы кто захотел поживиться в кокпите имел большой сюрприз и так ловля на живца смотрите пустая коробка из-под пива бинтан что было непонятно что в ней ничего нет мы положим две пасхалочки коробки из-под камер в общем у нас утра проверили мы никого мы не поймали на нашу камеру но как бы это и хорошо задача все таки чтобы у нас костей не было они то чтобы их изловить но тем не менее мы нашли как бы то что надо будет подкорректировать потому что срабатывает того что движется вода и нужно выставить какие-то зоны чтобы он эту воду не расценивал как движение общем будем сегодня еще разбираться и вот у нас новости ну и теперь с этого злосчастного рама мы выдвигаемся на ботанку это будет первый якоринг на нашем пути тут сейчас совершенно ровная вода мы сейчас находимся все-таки на экваторе и вот спереди видите острова это уже первая острова раджа ампат мы сейчас сюда повернем налево и где-то вот здесь на углу будет якоринг ну и в принципе здесь конечно все очень красиво и сейчас мы подъедем куда-нибудь уже на якоринг я вам покажу то акваторию которая вот там где мы станем здесь конечно еще плавает куча мусора но это все с берегов наносит ну и в принципе индонезия все очень грязная здесь много всяких бутылок всего плавает ну дай бог чтобы этого не было когда мы придем туда на островок и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну вот так вот я сейчас отдыхаю Еще немножко и можно будет забирать и Дину И вообще можно еще один раз занырнуть Можно и не нырять А под водой здесь конечно полный отстой Хотя вот в Navionics есть пометка Что здесь какое-то место для дайвинга Либо снорклинга Но мы когда нырнули и посмотрели что здесь находится Тут конечно полный отстой Вообще смотреть нечего И я не знаю кто эту марк поставил здесь Но смотреть тут нечего Просто грязная вода, которая приходит с океана Ничего не видно, непрозрачная Рыб нет, кораллов нет Ну и вообще как бы зря потраченное время И в этом месте больше находиться смысла нет Тем более в ключе снорклинга Ну и вообще нахождение под водой Мы находились в кокпите И почувствовали запах гари Мы вначале подумали, что это с берега Но потом обнаружили, что это прямо с нашего дека И причиной этого были бутылки с водой Которые стояли на палубе Вот такие вот И через них, как через призму Прожгло нам дек Ночка была абсолютно дурацкая Место дурацкое Качает просто от сатанела В общем, говно здесь, а не спот Сейчас идем на остров Кри Будем смотреть, что же они нам предлагают интересного Потому что пока мне кажется Ну в общем, до того, как мы не разведуем Мнения высказывать не буду Но это первая точка на Раджоампад Такое туристическое место, куда возят туристов на снорклинг В общем, сейчас приедем, посмотрим Выдвигаемся с этого дурацкого якоринга Первого якоринга на Ботанте И идем на маленькие островочки Топок Короче, вот мы сейчас проходим Видите, такая мель Такая зеленая баночка И там вот какой красивый спереди песочек ляжет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот этот островочек с мусором здесь Кроссовочки Но сверху он выглядит, конечно, прикольно Даже елки на нем растут ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Интересно, если залезть под воду, что здесь будет? Интересно ли будет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что, время пришло посмотреть, Что же здесь в подводном царстве В подводном царстве Не знаю, насколько будет это все перспективно Но, в общем, сейчас посмотрим Эль Тузик здесь затаился Вон наша лодочка стоит Вообще здесь, конечно, красиво Ну, сейчас посмотрим, насколько Каждый раз составляя маршрут по этим островам Мы обычно смотрим на Google Maps Самые потенциально богатые рифы Вокруг островов И тут, как правило, несколько параметров Во-первых, это должна быть удаленность От большого города Во-вторых, это должно быть сильное течение Ну, и в-третьих, чисто визуально По Google Map, в принципе, понятно, где есть коралловые рифы Но это все срабатывает не всегда Как вот в этом случае То есть здесь соблюдена и удаленность И сильное течение И на карте был риф Но риф сам по себе оказался очень скудный То есть, ну, мы всегда в любом случае Плаваем и проверяем Как правило, в нескольких местах Ну, на Тузике подъезжаем Потом отъезжаем где-то там метров сто в другом месте И еще там с другой стороны Ну, в общем, вокруг этих островов Мы не увидели ничего интересного Слушай, ну, здесь во всяком случае Такой песчаный Песчаная баночка такая снизу И потом идут кораллы И потом идет дробь В принципе, оно выглядит многообещающе Да, выглядело многообещающе Но оказалось, как это бывает Иногда, ничего интересного Но песчаная банка была богата ракушками Что тоже плюс Слушай, ну я видел здесь больших наполеонов Таких больше, чем метр в длиной Такие рыбы с большим горбом И это было круто, когда ты ныряешь И они так достаточно близко к берегу В общем, не могу сказать, что здесь, конечно же, что-то великолепное Островок симпатичный, мусора много Это, кстати, очень обидно Это, кстати, очень обидно Потому что раньше вам кладут И за это берут кучу денег Но я думаю, что мы здесь еще чуть-чуть побудем И поедем на следующий Который Вот там За мной За нами 9 миль И мы приходим в какую-то новую локацию Другое место Будем разведывать Дорогой Субтитры сделал DimaTorzok Короче, мы пришли сюда на островок На самом низком тайде Вот наша лодка стоит А тот остров, на котором мы были раньше Посмотрите, сейчас Здесь отлив Супер отлив И вот это только, где я стою сейчас Эта часть находится над водой И вот тот второй островок Это тоже та часть Находится над водой Ого Вот тунцы тут делают свое дело Да Ну Короче, вот такой вот здесь Великолепный островочек Что сейчас будет? Дрон лети Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! коврик собран рюкзак собран бироклок с красивым видом один на все занимается своими собирательствами ракушек будет тьма микро ракушек она говорит тут микро ракушки микро ракушек будет тьма и 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 теперь вишенка нашего видео мы выдвигаемся с топока на остров крии это крутое место для дайвинга посмотрите он наверно больше метра наверно метр двадцать в диаметре такой шарик то есть вы понимали его пропорцию то есть он просто реально огромный стоимость его 500 500 тысяч местных денег это где-то в районе 30 долларов в сутки и таких буев здесь один то есть если этот буй занят и вы сюда хотите прийти то вот один буй и больше нету и на якоре здесь стоять не получается 40 метров глубины ну и как бы негде потому что в местах где нырять за это могут надавать по голове потому что там кораллы и все такое вот мы сейчас находимся на раджо ампад здесь конечно чисто туристическое место для дыряния отельчик в котором мы стали наблюдаем а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот мы приехали, посмотрите какой островочек великолепный Это банка, которая на отливе опустошается Наша лодка находится вот там А здесь вот такие вот песчаные косы Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Ну что народ, красиво? А давайте сейчас пойдем и посмотрим, что же здесь у нас В этом великолепном подводном мире Потому что здесь вот эта коса очень красивая Здесь одно из самых крутых мест для дайвинга Ну там где мы сейчас, это снорклинг А сам дайвинг вот где-то возле вот этого острова Ну в общем, сейчас у нас снорклинг Лезим под воду Снорклинг Лезим под воду Субтитры создавал DimaTorzok